Утром 11 сентября этот рейс вылетел из Международного аэропорта Нью-Йорка в Сан-Франциско. Этот теракт унес тысячи человеческих жизней и заставил миллионы людей сопереживать трагедии в прямом эфире. Весь мир в шоке. Братья-близнецы, пятиугольник Пентагона разрушенный, это, так сказать, соломоново печать и два столба врат. В 9.30 утра все мировое сообщество, 86% населения земного шара в прямом эфире смотрело за развитием хода событий. Был массовый, коллективный, управляемый процесс психики всего населения Земли. Врата открылись, развелились другие пространство-временные координаты. И на Земле появилась какая-то сущность, которая пока в невидимой форме, но она проявится. Антихрист пришел. Семь лет прошедшие со дня совершения теракта так и не ответили на главный вопрос. Кто стоял за этим чудовищным злодеянием? Пройдет много времени, прежде чем мы установим, что в действительности произошло во всей этой трагедии. И будет дан ответ, который устроит всех. Ведь и сегодня, спустя много лет, не утихают споры, кто и как убил президента Кеннеди. Это такие проблемы, решения которых займет десятилетие. Ход следствия и результаты работы официальной комиссии оставили ощущение спешки и недосказанности. До конца неясна роль самих спецслужб США во всей этой трагедии. Как и то, что позволило пилотам Камикадзе точно направить самолеты в цель. Если этот генератор, этот приборчик есть у человека, который находится на борту, то он может подавить волю пилота и диктовать, куда ему нужно направить. А пилот уже сам, как специалист, он выберет и высоту, и курс для того, чтобы попасть в это здание. Так ли бесспорен арабский след в событиях 11 сентября 2001 года и насколько реальна версия беспрецедентного мирового заговора? 11 сентября в американском время исчислении 9.11. Эти зловещие цифры впечатались в сознание каждого. Дата самого жуткого и таинственного теракта современности. Боинг 767 компании American Airlines вылетел в Лос-Анджелес из Бостона. На борту 81 пассажир и 11 членов экипажа. Через 46 минут после взлета он врезается в северную башню Всемирного торгового центра на Манхэттене. В это же время с борта другого лайнера следует звонок по мобильному телефону. Вот эта запись. Это голос Си Си Лайс, стюардессы рейса 93 авиакомпании United Airlines. 9.03 утра. Еще один Боинг 767 вылетел в Лос-Анджелес из Бостона. И через 50 минут после взлета таранит южную башню торгового центра в Нью-Йорке. На борту 56 пассажиров и 9 членов экипажа. 9.38. Третий Боинг рейса American Airlines врезается в наружную стену здания Министерства обороны США. На борту 58 пассажиров и 6 членов экипажа. Вскоре этот Боинг врежется в землю, не долетев до предполагаемой цели Белого дома. Последними словами, которые произнесет стюардесса, будут... Впервые записи звонков пассажиров одного из захваченных самолетов обнародовали только через 5 лет после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как свидетельство на процессе единственного задержанного по обвинению в трагедии 11 сентября. Возможно, в одном из самых парадоксальных процессов в современной истории. Закариаса Мусауи называют 20-м угонщиком. Хотя его арестовали за месяц до терактов, и, как показало следствие о предстоящей трагедии, Мусауи знал намного меньше, чем само американское правительство. Было осуществлено проникновение в 32 государственные структуры для того, чтобы провести эту акцию. Понятно, из Афганского ущелья этого не осуществившие, приехавшие в Соединенные Штаты арабы не проникнут туда. Значит, это люди из спецслужб. Так вот, организуется огромный штаб, сеть и так далее. Для этого нужны огромные финансовые ресурсы. Где-то кого-то подкупать, где-то что-то проплачивать и так далее. Американские спецслужбы знали о теракте заранее. За этим сенсационным признанием госсекретаря США скрываются невероятные факты. Большинство из них так и не нашло своего объяснения в официальном докладе комиссии Американского Конгресса. Накануне, ну скажем, разворота самолетов и начала их полета на, так сказать, Вашингтон, значит, и Нью-Йорк, предшествовал сбой в общей работе компьютерных систем диспетчерской службы Соединенных Штатов примерно на 10 минут. Но ни один хакер не может взломать такую систему, понимаете, это серьезные коды и так далее, и так далее. Значит, события были спрогнозированы, сделаны соответствующими спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Небо Соединенных Штатов контролирует более десятка различных ведомств. На этой компьютерной модели хорошо видно, каким воздушным потоком управляют воздушные диспетчеры. То, что Вы сейчас видите, на языке авиации называется воздушным коридором. В вертикальной плоскости хорошо видны курсы летящих самолетов и интервалы между ними. Каждый из эшелонов, высота которых около 600 метров, тщательно отслеживается. Даже теоретически невозможно предположить, чтобы в небе над Америкой исчез хотя бы один самолет. 11 сентября пропали сразу четыре. Судя по реакции спецслужб и реакции президента, который, американского президента, который явно запаниковал, информации не доходило. Потому что, если Вы помните, Буш метался между бункером, самолетами, летал то в один город, то в другой. Это было похоже на панику, действительно, в окружении президента и в его спецслужбах. Это НАРАД. Командование авиакосмической обороны Северной Америки. В сентябре 2001 года здесь проводились плановые штабные учения по отражению воздушной атаки с территории бывшего Советского Союза. Самое невероятное, именно 11 сентября, в день теракта, по сценарию отрабатывалась симуляция угона самолета. А в тот самый момент, когда один из реально угнанных Боингов летит таранить Пентагон, Национальное разведывательное управление отрабатывает точно такой же виртуальный сценарий. Падение самолета на здание разведуправления. Официальный комментарий – невероятное совпадение. Оба ведомства оснащены самыми современными системами слежения. В распоряжении Национального разведывательного управления все американские спутники-шпионы. Я бывал многократно в Пентагоне. Мы знали систему обороны, противовоздушной обороны Вашингтона. Там ведь каждый аэродром, там Кеннеди, другое, они прикрываются, и авиации прикрываются, и зенитно-ракетными средствами. И вот таким образом допустить, чтобы на Пентагон прилетел огромный Боингт, когда уже знали, что совершены там два теракта против башен Близнецов, ну, допустить мне сложно, честно говоря. Вы видите, как менялись курсы этих самолетов-убийц? Во всех странах для гражданских самолетов есть четко определенные зоны полетов. Любое нарушение – это ЧП, которое устраняется любыми средствами. В Америке вся система противовоздушной обороны просто не видела четыре пассажирских Боинга. Или не хотела видеть. Подобные акты вполне могут планироваться годами. Уже сейчас ясно, что в случае актов 11 сентября так оно и было. Уроки управления самолетами эти люди брали за годы до того, как пойти на это дело. Ясно, что был осуществлен давний план. Для того, чтобы управлять пассажирским лайнером, американский пилот должен налетать 300 часов на легкомоторных самолетах. Вот на таких «Сеснах» учили летать в центре подготовки пилотов, где занимались будущие террористы-смертники. Как и Закариас Мусавы, 20-й угонщик, арестованный властями США за месяц до теракта. По официальной версии управления тяжелым Боингом все они изучали только на тренажерах. Практика должна реально существовать, потому что можно, допустим, есть и тренажеры, но это как бы наивысшая ступень тренажеров, непосредственно кабина, которая на серво-двигателях изменяет свой наклон и так далее. И вокруг, скажем, сфера, в которой воспроизводится картинка того, что видит, скажем, пилот, достаточно реально. Можно предположить, что летая на таком тренажере, человек может быть и мог достичь нужного уровня. Но, скорее всего, какая-то подготовка на других аппаратах у него была однозначна. Это компьютерная модель Тарана здания Министерства обороны США. Огромный лайнер на сверхмалой высоте выходит на цель. Таким навыком учат только в армии. Должна существовать какая-то тренировочная база, где людей будут натаскивать на подобные вещи. В принципе, можно подготовить, но для того, чтобы на большом самолете летать, я так думаю, что до такого уровня это минимум года три нужно. По официальному заключению за штурвалом Боинга, протаранившего Пентагон, сидел Хани Ханжор, уроженец Саудовской Аравии. Насколько известно, летчики ВВС Саудовской Аравии готовятся на американских военных базах. Этот договор о сотрудничестве не секрет. Итак, самолетом, который врезался в Пентагон, управлял профессиональный летчик с хорошей боевой подготовкой. Но под данным ФБР, Хани Ханжор с трудом получил права пилота малой гражданской авиации. За месяц до теракта ему даже не дали на прокат легкомоторную Сесну 172. Не справился с управлением. Так кто тогда сидел за штурвалом огромного пассажирского Боинга? Технические данные Боинга 767. Длина 47 метров, высота 13 метров, размах крыльев 38 метров, скорость 700 километров в час. Чтобы точно попасть в одну из башен-близнецов на скорости 700 километров в час, у летчиков на подруливание есть всего 0,3 секунды. Достаточно было отклониться всего на 5 метров, и атака провалилась бы. Первый банк, насколько он идеально выдерживал, скажем, траекторию своего полета, перед тем, как он врезался. И второй самолет. Второй самолет, опять же, по моим оценкам, летчик, ну не знаю, либо допустил ошибку и потом ее исправлял, потому что видно было, что где-то крен тогда составлял где-то градусов 45, что для этой машины достаточно большой, и, как правило, для таких машин при полетах с пассажирами максимально допустимая крена где-то 30 градусов. Вот. Но судя по тому, как он исправлял, видно, что летчик понимает, как бы, что он делает, и... Ну, достаточно профессионально. Личность пилота этого самолета не менее примечательна. Марван Аль-Шахи. Ему было всего 23 года. Журналисты обнаружили, что он и еще 8 человек из тех, кого ФБР указало как смертников, угнавших самолеты после теракта, оказались живы и здоровы. Но все опровержения появятся значительно позже. В первые же дни кому-то очень был нужен список из 19 арабов с ножами для резки бумаги. А что, если там вообще не было арабов? Или были арабы, но не вооруженные ножами для резки бумаги? А с современнейшими сверхсекретными приборами, скажем, портативными психотронными генераторами для коррекции человеческого сознания? Ну что, я как человек, который немножечко соприкасался вот с этими технологиями, и зная возможность этих технологий, я могу предположить, что могло быть оказано психотронное воздействие на пилотов. Это воздействие, я не думаю, что могло быть оказано с помощью спутников или с Земли, поскольку современные методы воздействия, они где-то несколькими десятками метров, значит, определяются. И если человек находился на борту вот с этим устройством, он мог, просто включив это устройство, подавить волю пилотов и уже диктовать им условия, куда им лететь. Не сам садиться за штурвал, а вот именно у них наработанный навык, и они просто могли изменить курс, значит, вычлить высоту, которая нужна для того, чтобы попасть в эти башни. Это запросто делается. Суть этой технологии в том, что психотронный импульс подавляет человеческую психику для управляющего воздействия извне. Человека вводят в состояние стресса, чтобы управлять им, как роботом. Но если взять, к примеру, вот психотронные маленькие генераторы, говорят, что их нету, нету, есть, есть генераторы, есть антенны, потому что психотроника – это наука о механизмах взаимодействия информационных связей и регуляции управления психикой, энергетикой и физиологией человека. И управляя этими процессами, мы можем приказать человеку что угодно. С первых же шагов следствию невероятно везет с уликами. В брошенной на стоянке аэропорта машине находят две книги – Коран и руководство для пилотов Боинга на арабском языке. Более точные указания на арабский след трудно придумать. Как выяснится, едва ли не за каждым из 19 смертников велось многолетнее наблюдение. Вот будущие террористы на регистрации перед вылетом. При досмотре службы безопасности аэропорта все пятеро смертников, захвативших рейс номер 11 American Airlines, были классифицированы как лица, представляющие угрозу безопасности на борту. Начнем с систем, скажем, безопасности западной, допустим, нашей. Западная, она более лояльная. Скажем, в основном, в основном, практически на протяжении всего полета, ну, на гражданских судах, вот, двери, как правило, на западных самолетах в кабину открыты. Вот. Либо не закрываются на ключ. У нас, наша инструкция гласит строго-настрого. Закрывать двери, не открывать они ни при каких условиях. При проходе потенциальных угонщиков в зону спецконтроля срабатывает металлодетектор. Однако даже это не настораживает службу безопасности. В семь часов сорок пять минут все пятеро поднимаются на борт рейса номер 11 American Airlines. Он первым протаранит здание Всемирного торгового центра. Почему не сработал контрразведывательный режим, да, пользуясь вот такой специфической терминологией, и не попали вовремя в поле зрения специальных служб США эти люди, мне, честно говоря, непонятно. Тем более, что за месяц до окончания школы люди убегают, заканчивают учебу, прихватив свои компьютеры, описание техническое самолетов, какие-то пособия по пилотированию. Это сразу нужно было бить тревогу и объявлять их в Всемирный розыск, если хотите. Этого не было сделано. Вот в этом и есть прокол. По официальному заключению, причиной обрушения первой башни, которая рушится через один час сорок четыре минуты после тарана, стал пожар, расплавивший стальные несущие конструкции башни. Как огонь, температура которого не больше 600 градусов, мог разрушить эти стальные конструкции? Ведь температура плавления стали выше полутора тысяч градусов. Но и это не всё. Обе башни рухнули абсолютно симметрично. Аккуратно осели. Вы уже видели эти кадры. А вот эти кадры любительских съёмок собрал вместе и смонтировал один из американских документалистов. За секунду до обрушения слышен отчётливый звук взрыва. В этом же короткометражном фильме собраны вместе первые репортажи и первые слова непосредственных участников трагедии. Каждый говорит о взрыве в здании Всемирного торгового центра. Там был сильный взрыв. Но я, к счастью, успел убежать. Повезло. Мне 60, а я ещё бегаю. Расчёты специалистов показали, что обрушение башен произошло с неправдоподобной скоростью, близкой к скорости свободного падения. Так, словно несущие конструкции, уничтожили сразу по всей высоте небоскрёба или в нескольких нужных точках. Здание высокое и маленькое по этажности. Занимает одинаковую площадь. Значит, в принципе, для обрушения что малого здания, что высокого, нужны заряды одинаковой массы. По площади распределения. Поэтому большое здание, большой объём, значит, удельный расход, приходящийся на... необходимый для подбоя этой конструкции, он получается значительно меньше, чем при взрывании маленького здания. Но почему мало говорится о третьем разрушенном здании неподалёку от Близнецов, которое сложилось в результате теракта? Этот факт тоже не нашёл достаточного объяснения в ходе расследования трагедии. Я считаю, без ответа остались ещё некоторые вопросы. В частности, то, как обрушилось третье здание у Всемирного центра. Даже непосвящённому наблюдателю это кажется похожим на контролируемый взрыв. Была заранее заложена взрывчатка, был заранее спланирован взрыв. Ведь рядом рухнуло ещё одно здание, в которое вообще не попадали самолёты. Да, рухнули лишь три здания. Есть ещё одно странное обстоятельство. На разваленных ВТЦ среди расплавленных стальных конструкций обнаружат паспорт одного из угонщиков. Каким-то чудом он уцелел в самом центре пожара. Паспорт на имя Мохаммеда Адды. По официальной версии главаря группы террористов-смертников. Но когда в прессу просочились сведения о том, кем в действительности был Мохаммед Адда, эта фигура предстала совсем в другом свете. Эти кадры были обнародованы через три года после теракта. На них сам Мохаммед Адда. Сотрудник пакистанской разведки. Здесь он встречается с директором разведуправления Ахмадом Махмудом. Всего за два месяца до теракта тот перевёл на счёт Адды 100 тысяч долларов. Так кем он всё-таки был? Главарём террористов или двойным агентом? Его чудом уцелевший паспорт на развалинах торгового центра, забытая сумка в аэропорту. Всё это мало вяжется с образом опытного спецагента. Пакистанскую разведку давно называют филиалом ЦРУ, созданным во время советского вторжения в Афганистан. Тогда же появляется на свет Мактаб Аль-Хадама, дословно Бюро по обслуживанию. Эта организация занималась переправкой боевиков и денег афганскому сопротивлению. После вывода советских войск, бюро получает новое название – Аль-Каида. Нас интересует сегодня вопрос, уже после семилетних вот этих вот событий, что же стояло за этим? Не технический вопрос, как это было совершено, с помощью кого, потому что здесь понятно, с помощью кого. Это человеческий фактор. Но кто стоял за этим человеческим фактором? Кто направлял, кто организовывал? Какая бы Аль-Каида ни была, она самостоятельно такую акцию выполнить не могла, тем более в Соединенных Штатах Америки, там, где система безопасности была разработана очень четко. И поэтому нас тоже заинтересовал этот вопрос. И в свое время мы пытались получить эту информацию из информационного поля с помощью метаконтакта, значит, погружая человека, сенситива в изменённые состояния сознания. Кому-то это может показаться чертовщиной, а кому-то фантастикой. Но для тех, кто занимается этим профессионально, всё очень серьёзно. Парошпионаж – это введение разведывательных действий с помощью парапсихологических и экстрасенсорных технологий. И это уже не выдумки. Сенситив, то есть оператор, которого погружали в изменённое состояние, смог подключиться к нужным информационным потокам в нужное время, в нужном месте. И вот, когда мы этого человека погрузили, то вышли на информационный канал, то, чтобы не быть голословным и не допускать искажения, я хочу расшифровку этой информации зачитать, потому что это очень важно. С вашего разрешения. Оператору был задан такой вопрос. Когда он вошёл в этот информационный канал, мы получили подтверждение, что он находится в информационном поле. Кто стоял за терактами в США 11 сентября? Аль-Каида или спецслужба Америки? Ответ был получен такой. А это, по сути, одно и то же. Там сложилась ситуация самодостаточных и взаимодействующих структур на сегодняшний день. Поскольку Аль-Каида – это удобный инструмент получения результатов в любой точке мира путём применения грубой силы и бесконтрольно, без запросов и разрешений президентов и правительств. Эта форма существовала всегда. Тайные вооружённые силы, обслуживающие мировые элиты. Эта акция не проектировалась на уровне одного американского правительства, так как в иерархии власти мира это лишь значительная иночасть, а как инструмент управления людьми – очень эффективный способ. Для управления мировыми капиталами на отдельных участках с точки зрения повышения эффективности управления и создаются очки напряжённости крайними мерами, а именно уничтожением людей различной численности и разными способами. Кровь – это устрашение. В страхе управления – и в этом вся суть. Прямые связи между ЦРУ и Аль-Каидой не прерывались до лета 2001 года. Даже после того, как прогремели взрывы у посоль США в Найробе и Даррес-Саламе. Теракты в Кении и Эмиратах произошли в августе 1998 года, после чего США назначили за голову Бен Ладена награду в 5 миллионов долларов и начали охоту за ним по всему миру. Даже объявленная охота не помешала продолжению сотрудничества. Структуры и связи Аль-Каиды задействовали во время войны в Чечне, «Арабский легион» воевал и в Косово. Все это было известно международной общественности давно. А вот тот факт, что семейство Бен Ладенов – партнер семейства Буш по бизнесу, тщательно скрывался. Бен Ладены – это семейный клан, ведущий строительный бизнес. Состояние главы семейства оценивалось в 5 миллиардов долларов. С Бушами их связывает компания «Карлайл Групп», контролирующая корпорацию «Федерал Дейтон». Кстати, именно эта корпорация оснащает системами радарного наблюдения «Федеральное авиационное агентство США». Усама – 17-й ребенок в семье. Получил в наследство ряд компаний и небольшую часть капитала. Ему принадлежат предприятия в Судане, Кении, Йемене, Германии, Великобритании и даже США. В определенном смысле он самый преуспевающий террорист. Летом 99-го года с Бен Ладеном встречались и брали у него интервью представители американских средств массовой информации. И организовывал эти встречи один из бывших сотрудников Центрального разведывательного управления, который к его делу имел непосредственное отношение. И вот это уже было после взрывов в Африке, в американских посольств. Поэтому здесь вот подобные такие вещи, они как бы носят такие черные дыры. Почему, как и что. За ответами на вопрос «Кто?» остается в тени ответ на вопрос «Зачем?». Ведь удар был нанесен не пожизненно важным для США объектом. И даже не по военным целям, а по символу Америки, небоскребом-близнецам Манхэттена и по Пентагону. Но почему? Два здания-близнеца, символ близнецов Америка, созданных под знаком близнецов. Пятиугольная форма здания Пентагона. Это та самая Соломоновая печать. Пятиугольник – это символ энергии планеты Земля. Значит, в сознании всех людей, во их внутреннем взоре, понимаете, да, был разрушен символ Америки. Самого крутого государства в мире. Вокруг теракта 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне вообще много секретностей, недомолвок, игры символов, случайных и не случайных совпадений и почти мистики. И все же сценарий совершения этого злодейства появился не вдруг. Это оперативный сотрудник разведки Министерства обороны США. Его кодовое имя – Грилл Файер. Настоящая Тимоти Мак Найвен. По его словам, план уничтожения башен-близнецов с использованием пассажирских самолетов был разработан американскими военными еще в 1976 году. И он лично принимал в этом участие. Задача была поставлена Конгрессом США с целью определить прорехи в системе безопасности и подготовить законодательные меры. Разработкой идеальной террористической атаки занималось американское армейское подразделение, располагавшееся в Западной Германии. После общей проработки в сценарий внесли уточнение. Главное, появилась конкретная цель. Только что построенные башни-близнецы. По словам Мак Найвена, утром 11 сентября 2001 года он увидел по телевизору детальное воплощение этого, казалось бы, давно забытого сценария. Причем атака на башни, по сути, единственная, успешно доведенная до конца операция террористов в тот день. А значит, лучше всего проработанная и подготовленная. Подтверждение своих сенсационных признаний, спецагент успешно прошел проверку на детекторе лжи. Кроме того, Мак Найвен назвал около 40 сотрудников, которые в 1976 году занимались разработкой этого плана. По его словам, в исследовании принимали участие сотрудники ЦРУ. Показания спецагента никто официально не подтвердил и не опроверг. Я думаю, что на самом деле мы об этом не узнаем никогда. Потому что если у кого-то в спецслужбе были данные, позволяющие предполагать, и он не предпринял каких-то шагов, конечно, этот человек наверняка сделает все возможное, чтобы эти материалы не увидели свет никогда. Наличие готового сценария, написанного в Германии четверть века назад, само по себе ничего не доказывает. Мог ли сценарий, написанный спецслужбами США, попасть в руки террористов Аль-Каиды? Вопрос риторический. Это учебник американской диверсионной школы. Секретное издание для служебного пользования. А вот это учебное пособие террориста. Единственное отличие – второй учебник написан по-арабски, и страницы расположены в обратном порядке. В ходе расследования ФБР, значит, вышло и задержало людей, которые имели непосредственное отношение к взрыву. О чем было проинформировано Центральное разведывательное управление. Однако они отнеслись к этому очень то ли халатно, то ли небрежно, то ли целенаправленно. И один из тех, кто был задержан, в результате того, что его с рук к нему отнеслось таким образом очень спокойно, был освобожден. А потом он был одним из участников акции 11 сентября. Но у трагедии 11 сентября, возможно, была и финансовая подоплека. Задолго до выводов комиссии по расследованию атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон, США провели интервенцию в Афганистан. В результате был уничтожен ставший ненужным режим талибов. Во главе страны стал проамериканско настроенный Хамид Карзай. Через год без санкций Совета безопасности ООН был оккупирован Ирак. Захвачен в плен и казнен его лидер Саддам Хусейн. Уже ясно, что на этом Соединенные Штаты не остановятся. Мир после этих теракторов реально стал меняться в сторону однополярности. Появилось одно государство, а над ним единственный центр силы. Это обладатели финансовых ресурсов, которые являются законодателями современных процессов развития человечества. Все остальное, главы государств, правительств, других стран, это исполнительная система. Что касается Соединенных Штатов, общественности Соединенных Штатов. Ну, здесь необходимо было через вот это шоковое состояние загнать американское общество в ситуацию страха и полной покорности. В США принимается государственный патриотический акт, отменяющий основные гражданские свободы сроком на 4 года. Он позволяет арестовывать и содержать в тюрьме без предъявления обвинения любого подозреваемого в причастности или сочувствии терроризму. Конгресс выделяет военным огромные деньги. Директора ЦРУ не только не уволили после катастрофического провала его ведомства. Напротив, финансирование управления выросло в полтора раза. Создается новая суперспецслужба. Бюро безопасности Родины с невероятно широкими полномочиями. В США даже появляется цензура. Журналисты, не согласные с официальной политикой, увольняются. С точки зрения большинства американцев, политика их правительства за последние 16 лет была просто безукоризненна. Безукоризненны настолько, что все мои доводы и доводы других, гораздо более влиятельных, чем я, противников этой политики, абсолютно не имеют никакого значения для простых американцев. Казалось бы, столь радикальные политические изменения государство должно было хоть как-то объяснить своим гражданам. Вся Америка ждала публикации официального отчета комиссии Конгресса. Однако этот доклад так и не дал ответа на большинство вопросов. Но нужно искать, вот, не то, что комиссия делает, там, искать исполнителей, искать, кто там приютил этих конкретных исполнителей. Искать нужно заказчика и выявлять штаб, который организовывал. Но это, как и в случае с убийством президента Кеннеди, с другими крупными громкими делами в Соединенных Штатах, до этого ни комиссию, ни президентов не допустят. Не допустят те, кто реально управляет Америкой и сегодня пытается управлять всем миром. Главный вывод комиссии, что виновником теракта является Аль-Каида и лично Усама Бен Ладен, не выглядит бесспорным. Но формально он оправдал вторжение США в Афганистан в ответ на теракт. Уже через два месяца американская авиация забрасывала супербомбами горное убежище Тора-Бора на границе с Пакистаном. Именно здесь, по данным разведки, скрывался террорист номер один. Это укрепление с тысячелетней истории испокон веков контролировало караванный путь, связывающий Восток и Запад. В современной истории первый массированный бомбовый удар база Тора-Бора пережила еще в 80-х годах, когда ее штурмовал спецотряд КГБ «Каскад». Задачей спецназовцев было освобождение заложников, захваченных маджахедами. Через 25 лет этот транспортный коридор перешел под контроль США. Было ли это поводом или следствием охоты на террориста номер один, пока остается только гадать. О событиях 11 сентября было сказано и показано многое. До сих пор интерес вызывает любительский видеофильм, наспех собранный из подручных видеоматериалов. Двое подростков смогли создать полуторачасовой калейдоскоп цифр, фотографий, интервью и вопросов, в отношении которых не получено никаких разъяснений. На нашей реконструкции видно, как авиалайнер должен был подлететь к зданию Министерства обороны. Рухнув на Пентагон, он должен был разворотить его, вызвав сильнейший пожар во внутренних помещениях. Но отверстие в стене здания гораздо меньше самолета и находится почти на уровне первого этажа. Однако высота Боинга около 13 метров. Отверстие должно было быть как минимум на уровне третьего-четвертого этажей. Если предположить, что в Пентагон врезался только нос самолета, и затем машина почему-то остановилась, крылья, фюзеляж и хвост Боинга остались бы снаружи. А теперь внимание! Вот кадры, снятые в самые первые минуты после происшествия. На них нет ни одного обломка самолета. 200 тонн металла просто испарились. Мне представляется, что вот атака на Пентагон как раз это наиболее четко спланированная часть этой акции. Нужно было нанести ущерб военному ведомству. Ну, во-первых, чтобы возбудить военных для последующей войны в Афганистане и в Ираке. Создать дух некой там мести, оскорбленности. И, во-вторых, конечно, чтобы показать силу международного терроризма общественному мнению Америки и всего мира. Ну, если уж Пентагон бомбят, тут мы вообще в крайне тяжелом положении. Что же случилось с рейсом American Airlines 77 и его пассажирами? Был ли он действительно взорван террористами? Или же был сбит истребителями по приказу все того же Пентагона? Эти детские вопросы заставили власти только через пять лет после трагедии обнародовать кадры камеры наружного наблюдения. На них можно разглядеть часть летящего объекта, отдаленно похожего на самолет. А также обнародовать вот эту компьютерную модель. Боинг, подлетая к зданию, сбивает фонарные столбы. Затем попадает в объектив камеры наблюдения и врезается в стену. Атака на Пентагон. Выводы делаются по очень короткому фрагменту записи с камер наружного наблюдения, на котором что-то врезается в стену. Но мы не видим самолета. Мы видим только белую вспышку и отверстие в здании. Повторяю, даже для профана это не выглядит как самолет. Но и тот факт, что мнения американских экспертов разделились. Одни считают, что это был самолет, другие нет. Все это окружено какой-то неясностью и вопросами, у которых пока нет ответов. Что-то врезалось в Пентагон. До сих пор не могут объяснить, что. У событий, связанных с 11 сентября 2001 года, слишком много версий. Как правдоподобных, так и самых невероятных. Серия терактов в Америке была осуществлена боевиками Аль-Каиды. Организации, состоящей из скоординированной сети террористических ячеек. Организацию, финансирование и планирование осуществлял лично Усама Бен Ладен. Или люди из его ближайшего окружения. Захваты самолетов осуществила группа неизвестных религиозных фанатиков, как месть Соединенным Штатам за проводимую политику мирового жандарма. Глобальной сетью подобная группировка, скорее всего, не обладает. И главное, она не связана давними отношениями с американскими спецслужбами. Это обстоятельство делает труднообъяснимым один из эпизодов событий 11 сентября. В середине дня пресс-секретарь президента, а затем и представители спецслужб сообщили, что террористы угрожали атаковать Белый дом. Немыслимо. Звонившие воспользовались секретными кодами и шифрами президентской канцелярии, а также целого ряда спецслужб. На Западе не верят в теорию заговора, но есть и сторонники такой версии. Если верить ей, теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне организовала некая группировка, которая стоит вне политической элиты той или иной страны. Это некое правительство мира, тайное и всемогущее. Я лично не соглашался с моими коллегами, что именно Буш главный организатор, он главный виновник. Скорее всего, Буш мог и не знать, потому что над президентом, над главами правительств стоят все же финансовые круги. Именно деньги сегодня и ставят президентов во главе государств, и премьеров во главе правительств, и многое-многое меняют в политической и экономической жизни. Поэтому вот эти центры, я бы сказал, центр мировых денег выступил заказчиком. По этой версии, некая группировка продемонстрировала свою силу, предъявив ультиматум американскому президенту. Кто-то мог преследовать цель принудить Буша изменить характер внешней и внутренней политики Соединенных Штатов и изменить соотношение сил на мировой арене. Дело все в том, что у нас бытует мнение, что так называемое тайное правительство, сильный мир и прочее, они придерживаются определенной государственности, определенного конкретного государства, территориальности и так далее. Нет, друзья мои, это не имеет никакого отношения ни к национальным характеристикам той или иной нации, ни к территориальности, ни к конкретному региону, городу и так далее. За этим стоит совершенно другое. Стоят геополитические интересы, центр мирового правительства, может быть, в любой стране, может быть, и в нашей с вами. Понимаете, да? И никто не знает, что стоит за видимым ходом развития событий. Результатом этого стали предпринятые изменения в политике США. А послушный их воле президент был не только оставлен на своем посту, но даже выдвинут с гигантским рейтингом на новый срок правления. Главный парадокс в том, что недавний социологический опрос показал, каждый третий американец допускает, что теракты были организованы госструктурами США. Некоторые исследователи на Западе в трагедии 11 сентября склонны обвинять неких исламистов-фундаменталистов, имеющих саудовские корни. Их еще называют представителями другой земной цивилизаций, объявивших войну западным ценностям. Но это лишь пропагандистский антураж для оправдания вполне конкретных геополитических задач. А виновником трагических событий является некая новая сила. Исполнители известны. Это одна из, скажем так, закрытых организаций Японии, которая нашла прибежище на территории одной из арабских стран. Потому что повязки на голове у людей, захвативших один из самолетов, были не зеленого цвета ислама, а красного, с написанными там иероглифами. Об этом успела сообщить одна из пассажирок по телефону мобильному. Тогда, быть может, теракты секты Аумсинрикё с использованием химического оружия, высокотоксичного газа «Зарин», которые были проведены в токийском метро, это тоже была своеобразная проба сил в одной из ключевых мировых экономик – японской. Развенчать или подтвердить теории заговора 11 сентября пока не удается. Впрочем, похоже, правительство США к этому не очень стремится. Людям не так уж и нужны разумные объяснения. Им просто страшно жить в мире, где террористы-смертники могут обмануть спецслужбы, беспрепятственно угнать сразу четыре авиалайнера и два часа сеять хаос и панику в самом охраняемом секторе воздушного пространства. За такой катастрофой просто обязан стоять грандиозный заговор. Гораздо спокойнее думать, что такими событиями мирового значения управляет некая зловещая сила, пусть даже само государство. Формально дело о терактах 11 сентября можно считать закрытым. Комиссия Конгресса закончила свою работу и опубликовала официальный отчет. Рассчитывать, что Бен Ладен будет пойман, не приходится. Кому-то очень не нужен предъявленный миру живой или мертвый господин зло. Человек-невидимка способен долго держать нас в страхе и будить чье-то воображение новыми телеобращениями и новыми телеугрозами. События, которые отпечатались в этих зловещих цифрах, 9-11, напоминают нам о том, что мы живем уже в другом мире. Ошибается тот, кто считает, что эта трагедия касается кого-то другого. Потому что каждый из нас в той или иной степени жертва тех шокирующих событий семилетней давности, результатом которых стали беспрецедентная слежка за перемещением граждан из страны в страну, учет их личных данных в виде отпечатков пальцев, изображение сетчатки глаза, или введение биометрических паспортов. Наверное, это правильно. В попытке противостоять терроризму мир стал более подконтрольным. Но стал ли он более безопасным? ВЫСТРЕЛЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин